Я желаю эту победу, и я думаю, что победу с серьезным соперником, потому что мы знали, что Ворсла не проиграла ни одной игры, так же, как и Динамо Киев. Наверное, это не просто, какой бы ни был чемпионат, но сегодня, я думаю, Ворсла старалась, старалась играть компактно, использовать свои козыря, контратак, быстрые выходы в атаку и компактность обороны. Но я рад, что ребята вскрыли эту оборону и имели достаточно шансов и заслуженно победили. Ваши пытания в Адланском? Сейчас, если у вас не надо, и Консалосу, после мяча, я вам приветствовал, и мы желаем вам дожить. Конечно, поздравили, и я поздравил, и ребята поздравили в раздевалке. Действительно важно, что он не только забил мяч, но и играет на команду, старается, как я говорил, отрабатывает и в обороне, и в атаке. Наверное, он сам понимает, что в команде есть хорошая конкуренция, и место в составе можно заявать только своей игрой и отдачей на поле. Да, будем с ним. Сергей Станиславович, вашу команду ожидают два непростых поединка против Шахтера и Челси, и чемпионов. В процессе подготовки будет ли отдаваться к какому-либо матчу преимущество? Если да, то к какому и почему? Да, мы никогда даже готовимся к Кубку Украины, мы не отдаем преимущество. Если вы видите, ребята, которые выходят на поле, нет какого-то основного состава, а не основного. В процессе тренировки перед играми мы не... Мы не интересны, кто сколько будет играть за сборную, нам важно каждое очко в чемпионате, и мы об этом сказали, ребята. Каждая игра важна, и какая разница, три очка с Шахтером, или с Гаверлой, или с Гворслой, разницы нет. Еще запытания будут? Если нет запытаний, давайте подняться.